Здравствуйте, мои хорошие! С вами Ольга, и я продолжаю рассказы, как я путешествую в Италии, как я приехала, начала работать и так далее. Ну, прежде я вам желаю счастья, радости, любви, как обычно. Итак, продолжаем! Я приехала в Италию и начала работать на фабрике Royal Trophy, которая выпускает спортивные одежды. Ну, выпускают они её, конечно, в Китае, у них там есть большая фабрика, на которой работают китайцы и итальянцы тоже, поэтому дешёвая рабочая сила. А здесь, в Италии, в городе, Cava di Tereni, возле Salerno, это провинция компания на юге. У них своя фабрика, ну, практически это магазины огромные, потому что уже одежда готовая, на неё достаточно пристамповать номера игроков и их имена. А потом, когда она всё высохнет, её снова в пакеты упаковать. Вот этим я и занималась. Но однажды, когда было мало клиентов, вдруг мне говорят на кассе в магазине, и говорят, Ольга, сегодня будешь мыть туалеты. Там туалеты общественные, ну, как, в магазине, три кабинки. А для меня это был шоу. Как же это я, такая вип-персона, буду мыть общественные туалеты? У них немножко другая менталита. У них и директор магазина, и директор фабрики спокойно моет, и от этого ничего, ни от кого не убудет. Но у нас немножко другое. Ну, да ладно. Я, конечно, стою такая гордая. И в это время я уже начала учить итальянский, и выучила, как называются перчатки, гуантии. И выучила, как называются подарки, регалии. И регалии. И, конечно, в мозгу-то отпечатались и регалии. Какие там перчатки, если самое важное для нас это подарки. И когда они мне сказали, так, будешь мыть вот эти туалеты, я стою такая с гордым видом и говорю, «О, бизонья и регалии!» и показываю на свои руки. То есть я хотела сказать, что мне нужны перчатки, и показываю на свои руки. А получилось, что я от них требую, потому что, о, бизонья, это необходимо! Такие подарки, которые мне нужно одеть на руку. А у них еще, помимо таких спортивной одежды, у них еще был отдел, где продавали серебро и золото. И, конечно, они были в шоке. О-хо-хо! Русская девушка, которая собирается мыть туалеты, должны нанизать на ее руки золото-бриллианты. О-хо! Какая она дорогая по своей рабочей силе! И как раз Олеся, которая смотрела Робертину возле кассы, она хохотала, не могла даже перевести, что мне надо, потому что очень сильно смеялась. Но потом, когда она, отсмеявшись, сказала, что мне нужны перчатки, все успокоились. Я помыла эти туалеты, потом написала своей Ангелине, чтобы поменял работу, не устраивала мне. Но это уже отдельная история, они потом договорились, что больше туалет я мыть не буду и так далее и тому подобное. Ну, в общем, история закончилась благополучно, ладно. А у меня получилась новая эсперенция, новый, так сказать, опыт работы, что никто ни от чего не умирает, просто нужно взять, стиснуть зубы и идти вперед из песней. Еще хотела бы вам рассказать, какие итальянцы. Здесь итальянцы такие немножко разные. У них северные и южные, они такие отличаются по характеру и по душевным качествам. Южные они очень открытые. Такие, которые вот у них все открыто. И злость, они выплескивают сразу, и доброту выплескивают сразу. И очень помогают людям. Даже если они кричат при этом много, помощь у них много. Ну, и вот, в общем, случилось так, что, конечно, там знакомиться очень быстро. Потому что, как только идешь по улицам, все кричат, Беладонна, Беладонна, это значит красивая женщина, ты можешь услышать 150 тысяч раз за полчаса. И в один из дней, в общем, один мой знакомый мне подарил пятилитровую бутылку вина домашнего. А я говорю, как же я принесу на фабрику? Он говорит, ничего, в пакете принесешь, а там как-нибудь. Ну, в общем, в пакете принесла я, а у меня там подруга Оксаночка, Оксаночка, я тебя люблю, моя красавица, которая мне помогала. Я принесла к ней, она сунула под машинку, потому что она там шила. И, ну, какую-то одежду подшивала, ушивала, приклеила эмблемы всякие разные. Она сунула под машинку, где у нее были лоскуты в коробочку, и разлила потом по маленьким бутылочкам. И это вино у нас спасало почти два месяца, потому что я к ней забегала с одноразовым стаканчиком, и с ней быстро по полстаканчика вина выпили, и у нас получалось, как будто мы поели, а то же еды нам давали мало. И у нас получилось и калории мы запаслись, и энергии хороших. И как-то у нас так получалось, что никто нас не просекал. В общем, это было тоже весело, и я тебя люблю, моя хорошая Оксаночка, ты меня смотришь. У нас, конечно, у меня очень были хорошие подруги. Мне повезло, что на этой фабрике работала Оксана, Олеся. Олеся, если ты меня смотришь, я тебя тоже очень люблю. Света и Фаня. Фаня. Вот такие вот у нас были замечательные мои. Мои они и есть, и это мои хорошие подруги, которые мне дали такой вот стимул жизненный, поддержку очень большую, и я им очень благодарна. Ну и вот такое. И дальше наши рассказы продолжаются. О, их еще будет много. С вами Ольга, и я вас люблю, и спасибо, что досматриваете мои видео до конца. Пока! Я кормовала во всех магазинах, и даже вот это вот сейчас в аптеке. О-о-о! Уже стоят всякие маскеры, ну и, конечно, бурломок на витрине.